С торжественной ноты оперативное совещание началось не только благодаря назначению. Открывая работу, глава региона наградил победителей конкурса на лучшие практики наставничества. Его провели в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Выделили тех, чей передовой практический опыт может быть полезным для повышения производительности. Тема проектов победителей – от цифровых технологий до трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота. Это ускоренный метод воспроизводства крупного рогатого скота, именно высокоценного, и получения возможности желаемым полом. Технологии очень редко, потому что наука емкая, трудоемкая. В хозяйствах, в Стамбовской области больше этим никто не занимается. Да и по России не так много предприятий, которые занимаются с этой технологией. Победители регионального этапа смогут принять участие во всероссийском конкурсе в апреле этого года в Москве. Далее участники совещания перешли к менее приятной, но крайне актуальной теме. Это профилактика инфекционных заболеваний. Губернатору доложили о том, что делают в регионе, чтобы не допустить завоз и распространение нового коронавируса. Под особым наблюдением сейчас люди из группы «Риска» – те, кто посещает Поднебесную, и китайцы, которые живут в нашем регионе. На сегодняшний день полностью завершено медицинское наблюдение за 17 гражданами Китая. В отношении пяти человек медицинское наблюдение продолжается. Кроме граждан Китая в этой стране в период эпидемического неблагополучия находилось 12 граждан Российской Федерации. Это три студента и три преподавателя университета имени Державина. Шесть человек находилось там на отдыхе. И по возвращении один человек был госпитализирован, тоже обследован лабораторно. Результаты отрицательные. Система здравоохранения региона полностью готова к тому, чтобы оказать лечение заболевшим. В случае необходимости в несколько раз будет увеличено число стационаров, в которых лечат пациентов с осложненными формами вирусных инфекций. Александр Никитин поручил усилить меры профилактики. При этом глава региона обратил особое внимание на наличие в аптеках масок и дезинфицирующих средств. Губернатор потребовал привлечь к ответственности тех, кто, пользуясь ситуацией, неоправданно завышает цены на маски. Это вообще безобразие. Не реагировать на это просто нельзя. Надо вздыбить ситуацию. Я по-другому никак не хочу поручения сформулировать, как просто наказать, еще раз говорю. Наказать, использовать все законные для этого способы. Между тем, стоит помнить, что маска не является панацеей. Она требуется прежде всего заболевшему, чтобы не заразить окружающих. В качестве профилактики следует соблюдать меры гигиены, часто мыть руки, отказаться от приема пищи на улице, избегать мест массового скопления людей. Нельзя забывать и об укреплении иммунитета. Юлия Савушкина, Евгений Михеев, Александр Щеднов. Область новостей.